Лучшее в стране Физкульт привет, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ Программа «Лучшее в стране» в эфирной студии Спортивные, энергичные и подтянутые Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости Друзья, с удовольствием представляю наших гостей У нас в студии находится вице-президент Федерации Сквош России, активный игрок, тренер В прошлом участник мужской сборной команды России по сквошу Александр Андреев Здравствуйте! Да, добрый день! Тренер мужской сборной команды России по сквошу, чемпион Латвии по сквошу, многократный участник и призер международных турниров Арнист Техвинский Здравствуйте! Добрый, здравствуйте! Мы безумно рады, мы в сквош не играем, скажем честно, но следим И всегда думали, что сквош, ну такой вид спорта, для состоятельных людей Как-то даже не потому, что он дорогой, а потому что это какой-то, ну не знаю, спорт голубых кровей, я бы так назвала Слово такое, да? Слово такое Сразу пугающее Да, сейчас, мне кажется, меняется немного тенденция, да? Он становится мейнстримом таким Раньше точно так и было, да, это был такой вид спорта джентльменов, закрытые клубы Сравним был по затратам с гольфом, с полом, да? Но сейчас тенденция меняется и он очень-очень доступный для любых слоев населения, да? То есть и очень-очень популярный становится Кто нас смотрит, видит, что мы сейчас все в форме, у нас классные футболки Да, давайте скажем... У нас ракетки на столе Ребят, сначала, что за форма у нас? Мы такую форму, кстати, разыграем до конца часа Мы переоделись, у нас желтые классные майки Кто расскажет, что это за майки? Ну, это настоящие турнирные футболки Да, поскольку сейчас проходит турнир в Москве Ну, уникальный, чуть позже скажу, почему уникальный Четырехдневный турнир «Формасинтез Рашен Сквош Опен» А уникальный он потому, что это впервые проводится турнир на стеклянном корте под открытым небом То есть это в центре имени Райкина У них есть такая большая крыша И вот под этой крышей установленный корт Метро Марина Роща Ну, я так ориентирую сразу людей Отлично И там сейчас проходит турнир в вечернее время При искусственном освещении играют профессиональные игроки в сквош И все игроки играют в похожих футбол И играть они будут до 9 сентября, правильно? Да, 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 9 сентября будет финал в 7 часов вечера То есть такие праздничные соревнования с Днем города Совсем, выборы, День города Смотрите, туда могут прийти люди посмотреть или поучаствовать Тоже что-то сами ракеткой почеканить Как вообще устроено все? В момент, когда будут проходить профессиональные игры турнирные Естественно, просто посмотреть Вход свободный, никаких билетов не нужно Просто приходите Там есть небольшой парк То есть можно переходить с детьми Детская площадка, посмотрели, дети поиграли Тусоваться Очень комфортные трибуны Очень комфортно все Если придете чуть пораньше, то есть до профессиональных игр То есть днем с 12 до 4 будут происходить мастер-классы от московских сквош-клубов Вот так, это уже интересно для нас И любой желающий может прийти и попробовать, что такое сквош Профессиональные тренеры расскажут, научат, покажут Все можно будет попробовать И это все можно будет попробовать на стеклянном корте Это тоже уникальное событие, потому что обычно мы играем не на стеклянных кортах Ну, стеклянный корт, это и покрытие стеклянное? Или это только стена одна стеклянная? Нет, это стенки, все 4 стены То есть что такое сквош-корт? Такой стеклянный куб получается Да, совершенно верно Но обычный сквош-корт, это только задняя стена и стекла Для зрителей Для зрителей, да Совершенно верно Фронтальная и боковые стенки из другого материала специального, спрессованных плит Здесь же установлен полностью стеклянный корт То есть видно очень хорошо, что происходит на корте со всех четырех сторон А отскок там другой, наверное, уже от стекла? Ну, немножко отличается, да. Надо приспособиться. Итак, друзья, все особенности виды спорта мы сегодня обсудим. Также у нас крутейшие подарки будут разыграны сегодня в эфире, так что будьте со страной ФМ, небольшая пауза впереди. Друзья, пляжного движа мы вам не обещаем, но движ в направлении сквоша у нас сегодня на телерадиоканале «Страна ФМ» идет вовсю. Спортсмен у нас сегодня в эфире и тренеры Александр Андреев, Арнис Тихвинский. Итак, ребята, нам нужны какие-то особенности, понимать вообще, что сквош из себя представляет. Он как бы вроде как похож на теннис, но не теннис. Вот давайте нам плюсы, достоинства опишите. Ну, все знают многие марки автомобилей. Да. Ну, давайте сравним на примере автомобилей, что такое теннис, допустим, в нашем понимании сквошистов, и что такое сквош. Теннис, большой теннис, это езда на Rolls-Royce, такая постепенная, размеренная, такая стабильная. А сквош — это Формула-1, где нереальные скорости, где все непредсказуемо порою, надо иметь хорошее восприятие. И происходит очень-очень быстро. И теннис не обидел, понимаете? И сквош превознес. Ну, понятно, то есть другая динамика. Да, конечно, конечно. Но вы знаете, очень много сейчас, мы знаем из достоверных источников, что именно знаменитые игроки в теннис тоже очень-очень часто играют в сквош для поднятия, допустим, функциональной подготовки, такие как Надаль, игрок, да, Рафаэл Надаль, теннисист, он... Федерер. Федерер, да, тоже играет в сквош. У меня вот какой вопрос. А что будет, если поставить, например, в один матч, да, теннисиста и человека, который играет в сквош? Как правильно? Да, играет в сквош. Да? Сквошист. Сквошист. У кого больше шансов одолеть, или это индивидуальные только особенности? Сквошу-сквошиста. Ну, вот, конечно, конечно. Здесь надо все-таки понимать специфику видов спорта. Она, когда мы играем, или в теннис, или в сквош, полностью отличается. Это, если касается, мы возьмем даже инвентарь для игры, и точно так же техника. Техника нанесения ударов. Все-таки в теннисе игроки играют через сетку, и им надо через сетку попасть непосредственно в корт, чтобы мяч коснулся покрытия, или, так говорится, грунта. То в сквоше нам этого делать не надо. Нам надо, наоборот, посылать мячи вверх. Чтобы он не упал. Конечно. Отсюда уже различия в технике тоже. И, конечно, в теннис, я думаю, больше шансов будет иметь теннисист. Однозначно. Но в сквоше мы возьмем реванш однозначно тоже без проблем. 100%. И, по-моему, там какая-то очень большая потеря калорий идет во время игры. Такой кардио нереально. Да, да, конечно, конечно. То есть при равноценном партнере или при работе с тренером на тренировке. Да, мы теряем, если сравнить с игрой в теннис, примерно в два раза. В общем, 1000 калорий в час уходит легко. 1000 калорий в час, друзья. Вы все еще стоите в планке, да вы что? Тогда выйдем шоу. Идите играть в скворч. Саш, если это вот в граммах, не знаю, сколько, 300 граммов за матч, как это вообще? Килограммы за турнир. Ну, полкило, думаю, может уйти, да, нормально. Смотрите, а как в основном люди приходят, может быть, ваши ученики приходят в сквошь? То есть это из какого-то вида спорта или сейчас уже начинают с детства этим заниматься? Ну, сейчас... С нуля взрослые люди начинают же играть? Да, конечно, конечно. И они приходят такие, которые имеют некое спортивное прошлое, да, на любительском уровне, на профессиональном, разные. Точно так же приходят люди, которые, ну, ничего не делали. Да, приходят 28 лет, 30 лет. Понятно, что им трудно будет стать чемпионами. Хотя сейчас спектр всяких турниров позволяет стать чемпионом на любительском уровне хотя бы, да. Вот. Но есть и очень много сейчас школ. Но повышать навык никогда не поздно. Которые, да, работают, набирают и детские группы, и взрослые. Там с 5 лет надо идти, да, чтобы добиться? Да, да, с 3-5 можно. Да, ну, вы должны понимать тоже, что в 4-5 лет ребенок сразу его не будут учить сквошь играть. То есть в этом возрасте мы развиваем навыки, которые ему пригодятся в будущем для этой игры. Да, то есть это вся-вся-вся составляющая ловкость, гибкость, скорость, баланс. Да, и если вы начнете маленького ребенка сразу же обучать как взрослого, конечно, у него уже к 10-12 годам будет отторжение, а наоборот, от этой игры. Тут, конечно, надо быть педагогом. Мы видим замечательные ракетки, мы попробовали очень легкие. Расскажите вот об этих мячиках. Интересно, они с маркировочками, желтые точечки здесь, друзья. И все это не просто так, это не украшение. Ну да, в общем, мячи, как видите, они существенно меньше теннисных. Черного цвета бывают еще белого цвета. На стеклянном корте, как раз, играют белыми мячами, поскольку темные стены. И мячи отличаются прыгучестью. А точки, которые на мячиках можно увидеть, они как раз обозначают степень прыгучести. Профессионалы играют мячиками с двумя желтыми точками, если это черный мяч. Он наименее прыгучий, то есть если вы сейчас на стол его бросите, он практически не будет прыгать. Не прям бросите. Ну да, он почти не прыгает. Ну, когда разогревается, он становится достаточно таким прыгучим. Следующий идет с одной желтой точкой, прыгает чуть лучше. Потом с одной красной, потом с одной синей. Класс. Белые мячи играют только с желтой точкой. У нас рекламная вауза небольшая. Друзья, скоро вернемся, будьте страной. Дорогие друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина, Роман Шахов в студии. У нас сегодня в гостях сквашисты, правильно, да, говорить? Точно, правильно. Александр Андреев, Арнист Тихвинский. И мы готовы разыграть подарки, как и обещали. Да, я разогреваю мяч, это важно. Ты разогреваешь мяч. У нас сегодня на кону такая форма шикарная, как у нас, Рома. Специальные спортивные футболки, дышащие, натуральные. Настоящие, профессиональные футболки сквашистов. Но не только. Что еще у нас? У нас лежат какие-то суперсертификаты. Да, мы принесли сертификаты для зрителей страны FM и слушателей страны FM от трех московских клубов. Класс. Называть можно, да? Клуб «Фабрика скваша», который расположен в Олимпийском, там, в Южной картинке. Клуб «Звезда», здесь недалеко, около Филевского парка. И самый большой клуб в России, который открывается через месяц, ну, вот, соответственно, зрители и слушатели смогут быть одними из первых посетителей этого самого большого клуба. Так и называется, клуб «Москва». Так, ну, и вот эти подарки мы отдадим. У нас есть задание для тех, кто хочет получить футболку. Давайте зададим вопрос и скажем, куда присылать правильные ответы. 8-909-928-189-9, WhatsApp, Viber, SMS. И, внимание, вопрос. У нас их два. Да. Первый для тех, кто хочет получить футболку. Давайте по поводу того, в какой стране. Ну, я задам, да. Да, вопрос простой. Родоначальники сквоша. В какой стране придумана была игра сквоша? 8-909-928-189-9, давайте первый ответ. Первые, ну, первые трое. Первые трое, ладно, давай, первые трое. Футболка у нас три. Да, первые трое получают майки. Правильный ответ. И второй вопрос. Да, ну, давайте второй вопрос задам я. Это уже для тех, кто хочет получить сертификат на обучение игре сквоша. Да, все верно. В сквоше очень высокая скорость полета мяча. Ну, так вот, какая это скорость? Ну, лучше прислать в милях, в час. Ну, если нет, если километры будут близки, то тоже, я думаю, можно будет засчитать. Да. Итак, какая скорость у мяча? Максимальная. 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 Рекорд. Хорошо, 909-928-189, здесь мы сделаем 10-е, 11-е, 12-е. Хорошо, присылайте, да. Сейчас из института физики пойду там. Да. Все, друзья, и в конце программы мы озвучим наших героев, победителей. Да, так что присылайте свои вопросы, свои ответы на наши вопросы. Мы сделаем маленькую паузу, я буду продолжать растирать шарики. Если у вас есть вопросы нашим гостям, друзья, присылайте их ВКонтакте, в стране ФМ есть публикация. Да. Дамы и господа, это телерадиоканал Страна ФМ, еще раз всем физкульт-привет. Мы в этом часе говорим про сквош и вас зазываем всячески обращать внимание на этот прекрасный калорий-сжигающий вид спорта. Не только сжигающий калорий, как мы поняли, много у него таких функций, которые идут параллельно с хорошей физической нагрузкой. Как вот нам рассказали ребята, что снимает стресс, развивает голову. Недаром же сквош еще называют умным видом спорта. Да, фитнес-шахматы, игры разума, да, это все к сквошу. Почему? Потому что вы учите, как бы, видеть стратегию, ну, то есть принимать решения заранее или что? Я думаю, что тренер-сборный лучший это знает. Да, ситуация такая, что иногда, когда игрок проиграет какой-то розыгрыш, проиграет очко, то поздно разбирать непосредственно сам момент, который произошел. Ему надо вернуться на два-три удара назад, как в шахматах, чтобы проанализировать, что он сделал, не так сделал. И почему сейчас это после четырех-пяти ударов произошло. Да. То есть такой анализ постоянно. Обязательно, конечно. И надо анализировать свой удар, что он собирается сделать, для чего он собирается сделать, и что он хочет из этого получить. Какие действия. Как в шахматах, да. Одно неверное движение, шахмат и до свидания, вы проиграли. То же самое и в сквош. Смотрите, еще вот недаром же говорили, что сквош такой элитарный вид спорта, потому что очень многие люди с большой ответственностью, так скажем, ну, руководители любят сквош. Почему? Потому что расслабляет. Можно выпустить пар. Да. Да. Да, ну, в общем, большой город, стресс, встречи, раздражение какое-то. И сквош в этом плане очень хорошо помогает, в общем, снять всю эту нагрузку эмоциональную. Агрессию выплеснуть. Да, ну, в общем, сейчас же мы узнаем, сколько, с какой скоростью может летать мяч. Да, уже присылают. Очень много ответов. И вот, представляете, вы вот с такой скоростью бьете по мячу. Это сумасшедшее удовольствие, да, то есть вы прям вот, вот один удар и все, и сразу вот очень много негативных эмоций уходит. Да, я дополню еще то, что чем еще привлекательнее сквош для именно непосредственно тех людей, которые занимаются своим бизнесом и еще что-то. Он считается, хоть он и сейчас стал доступный, он считается все равно элитарным, тоже вид спорта. Очень многие игроки у нас сейчас входят в разные сообщества. Те, которые играют на турнирах, проводятся турниры для компаний. Много, кстати, вот турниров, да? Очень много, то есть всевозможных. От турнир, который делает Российская Федерация Сквоша, это самый значимый, это чемпионат России, Кубок России. Очень много коммерческих турниров, такие вот, как фарма-синтез, привлечение профессиональных игроков. Сейчас очень популярно именно для различных банковой индустрии, где со всей России съезжаются игроки. Финансы, консалтинг, то есть очень много любительских лиг. И здесь очень хорошая возможность не только выпустить пар, но и в тот же самый момент завести очень полезные знакомства. Хороший тимбилдинг, например, для компании. Да, конечно, конечно, это очень популярно вообще. Смотрите, когда человек только приходит, начинает заниматься сквошем, когда он уже ощущает этот кайф от получения результата какого-то, ну, когда вот начинает получаться? Вот, это очень хороший вопрос. Сквош в этом отношении один из уникальных видов спорта. Мы очень часто сравниваем с другими ракеточными видами спорта, там бадминтон, настольный теннис. Большой теннис, так вот сквош, вот, например, там, те тренировки, на которых я провожу, обязательно игрок играет в конце первой тренировки уже свою первую игру. Ух ты! То есть у вас начинает получаться сразу. Это не пробует, а вы играете уже. А, и прям играет. Да. То есть и в этом очень большой плюс, потому что в теннисе вы, там, первую свою игру сыграете, ну, через месяц в лучшем случае. Это да. Вот, а здесь, да, с первой тренировки можно начать играть и получать удовольствие от результата. Круто. Ну, можно худеть, можно провести какие-то переговоры, наверное, да? Да, конечно. Вы неоднократно, наверное, фильмы смотрели, где уже сцены, где они там, даже российские сериалы, уже популярность приобретают, что какие-то встречи или еще что-то они проводят там на сквош-корте. Или выходят из сквош-корта, фу, как классно поиграли, ну, давай теперь о наших делах поговорим. И для этого требуется всего лишь час, то есть за час человеку кашется так, что... Тренировка длится час, примерно. Да, стандартная тренировка. У профессиональных игроков, конечно, это время больше. А сколько матч вообще профессиональный длится? Сколько по правилам? Ну, так вот. По правилам. В среднем час. Да, в среднем час. Если мы возьмем средний показатель, это час. Но у нас игра, официальный матч, он не такой растянутый, как теннис, если мы сравниваем. У нас нету таких больших пауз. Между геймами 90 секунд на перерыв, попить водичку и обратно на корт. Нельзя в середине розыгрыша сделать тайм-аут. Не заболуешь там у вас. Если это только медицинский, да, совершенно верно, довольно-таки серьезно. Ну, как в боксе, да, как ринг. Вышел, нет угла, где ты можешь спрятаться и отсидеться. Друзья, брек сейчас, да, после чего продолжим. Сегодня мы с Лизой влюбились в сквош. Да. И не только мы, потому что... Не только потому, что нам подарили майки. Да. Не только поэтому. Пока группа «Фабрика» выступала в эфире «Страны ФМ», я немного, так сказать, по-почеканил ракеткой мяч. Вы знаете, даже у меня чуть-чуть получается. Вот. Но сейчас мы будем уже подводить итоги. Будем раздавать подарки от наших гостей. Да, на меня тут возложена целая миссия. Я тут как бухгалтер сижу с цифрами. Давайте сначала озвучим правильный ответ. Итак, в футболке мы даем за ответ на вопрос... В какой стране? В какой стране зародился вид спорта? Да. Сквош зародился в Англии. В Англии. Спасибо. Мы готовы порадовать следующих людей. Девушка Марина, у которой номер заканчивается на 5-3-18. Поздравляем. Ура. Так. Дальше. 11-53. Вот тоже девушка, по крайней мере, на фотографии. Поздравляем от души. И номер 7-2-5-2, который оканчивается. Узнаем имена победителей совсем скоро. Это что касается футбола. Футболки. Да. Второй у нас вопрос был посложнее. Какая скорость максимальная мяча во время игры? Рекорд. Рекорд. Во время удара ракеткой в стену. Да. Все верно. Все верно. И ответ? 176 миль в час. Вот многие пишут 178, но я засчитываю, да? Самые максимально близкие. 6366 номер. Пока не могу назвать имена, совсем скоро узнаю. 6158 и еще 3355. Это сертификаты на тренировку по сквошу. В один из трех московских клубов. Ура. Поздравляем вас от души. Вы большие молодцы. Так что будете тренироваться. Да, класс. И еще давайте расскажем, что у нас играют не только профессионалы, но и звездные участники у вас до 9 сентября принимают активную участие, играют в сквош. Ну да, очень немало звезд увлекаются сейчас сквошем. Почему это интересно? Больше, больше. Ну тоже, я думаю, стресс. Необходимость как-то держать себя в форме. Да, это один из самых простых способов. Да, и стресс снять, и как-то подтянуть себя. Очень давняя поклонница сквоша у нас, это Земфира. Очень давно играет. Может, вы помогаете хиты такие писать? Такие песни, кто знает? Душераздирающие. Может быть, может быть, да. Где-то там в тексте можно что-то и разглядеть про сквош. Теперь мы знаем, кто, в общем-то, мог бы написать гимн сквоша. Ну да. Вполне. Так, кто еще? Вчера у нас на нашем турнире, вот на этой стеклянной площадке, установленной на сцене центра Райкина в Мариной Роще, приходил вратарь футбольного клуба «Спартак Москва» Артем Ребров. И целый час играл с нашими юниорами. Здорово. Ну и могу сказать, что, в общем, юниор-то даже выигрывали. То есть было очень непросто. Сегодня тоже встретил Артема, он на второй день турнира пришел, он говорит, все болит, все болит. Это у спортсменов. У спортсмена, да, который каждый день тренируется и в сквош играет практически через день. Ну и в ближайшие три дня, в продолжении нашего турнира тоже планируется несколько сюрпризов, несколько еще звезд, там кое-кто еще подтверждается. А так вообще у нас сквош играет Аделина Сотникова, например, Марина Кравец. Так что, в общем, набирает-набирает популярность. Смотрите, мы поняли, что тренировка длится примерно час, а сколько, как часто нужно заниматься, с какой периодичностью? Ну, желательно. Чтобы прогрессировать, чтобы набирать форму. Ну да. Три раза в неделю. Три раза в неделю. Три раза в неделю. Три раза в неделю. По-прежнему здесь. Напомню, Александр Андреев и Арнест Тихвинский в гостях у Страны ФМ. Мы говорим сегодня про сквош. Мы хотели бы... Про профессионалы своего дела на встрече. Для сквоша от юниоров до профессиональных игроков. Чтобы сквош был принят в олимпийскую семью. Слушайте, ну а вообще вот в России насколько сильны традиции сквоша? Команды. Есть же, например, виды спорта, где мы традиционно крутые. Первые. Да. Есть где-то, где мы, может быть, уступаем другим странам. Сквош, вот где мы, как вот в мировом рейтинге, что? Расскажите. Мы перспективные. Мы перспективные. Да, очень перспективные. Сейчас очень хорошие. У нас юниоры подрастают, которые на лидирующих позициях в Европе. То есть уже входят в пятерку в разных возрастах. У нас женская сборная команда в прошлом году перешла из третьего во второй дивизион. Мужская в этом году в третьем дивизионе заняла четвертое место. Ну, в общем, мы надеемся в следующем году уже выйти во второй тоже. А лидеры Египет, ты так поняла, да? Да, совершенно верно. Какие еще страны? Сейчас Англия, Франция. Ну, Англия как законодатель. Да, это Европа, ну, это старушка Европы, да. То есть они тоже еще в топе. Но Египет, безусловно, сейчас номер один, фавориты. А почему? В связи с чем? Такая популярность именно? Да, формула успеха очень простая. В свое время президент страны занимался сквошем. И это как в ельцинские времена, соответственно, были вложения в теннис большой. Да, и недавно, сообщаясь с одним египетским тренером, он озвучил эту золотую, так сказать, формулу успеха Египта. Да, это спорт номер один в стране. Нереальная поддержка телевидения. Да. Бизнеса. Да, нереальная поддержка родителей именно в виде чемпионов, как они становятся, они своих детей просто с головой должны отдают. У нас сейчас Катя Морусан, чемпионка России по сквошу, находится в Египте. Она присутствовала на одном из турниров в Египте, юниорском турнире, да. Ну, представьте, там до категории, по-моему, 13 лет только одних мальчиков и девочек 250 человек участвуют. А всего в турнире полторы тысячи человек участвуют. Полторы тысячи человек, да. То есть это молодая кровь, да, которая именно дает возможности стать именно чемпионом. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что у вас тоже есть такая уникальная возможность уже в эти выходные насладиться процессом. Давайте напомним, Марина Роща, 9 сентября, продолжаются турниры. Международный турнир про сквошу, да. Да, сейчас проходит турнир from a synthesis Russian Squash Open. Это турнир в рамках мирового тура профессиональной сквош-ассоциации. Так. Турнир проходит, показательные игры и игры профессионалов происходят на стеклянном корте, установленном на открытой сцене центра имени Райкина в Мариной Рощи. То есть это прямо в двух шагах от метро Марина Роща. Вход бесплатный. Вход бесплатный, да. Свободный, да. И вторая у нас есть еще площадка, это национальный сквош-центр в Строгино. Там проходят уже на обычных кортах, не стеклянных, большая часть игр, но там играет национальный турнир, то есть не международный. Но в центр города мы зовем 9 сентября, да, всех выходные дни. Обязательно мастер-классы, можно попробовать, поиграть в сквош, пообщаться с тренерами. Опять же, как уже говорили, мы ждем звездных гостей, поэтому тоже, в общем, будет интересно. И в вечернее время при искусственном освещении будут профессиональные игры, это очень красиво. Класс. Ну и где еще хотите поставить площадку? Расскажите планы. Ну, главное место нашей страны это всегда Красная площадь, поэтому Красная площадь, естественно, это наша такая цель номер один. Мы вам этого желаем от всей души. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, спасибо вам. Развитие, я надеюсь, олимпийскому виду спорта. Спасибо огромное, друзья. У нас были в гостях Александр Андреев, парни из Стехвински. Спасибо вам, спасибо за сквош, спасибо за подарки. А мы с вами увидимся завтра на Трубной площади. Лучшее в стране.